Коллеги, добрый день. Давайте проверим, всем ли нас хорошо слышно и видно. Поставьте, пожалуйста, в диалоге плюсики, если слышно, или огонечки, чтобы мы видели. Отлично. Давайте тогда подождем еще минутку-две, для того, чтобы все успели подключиться, и мы с вами начнем. Итак, я вижу, что все уже практически в сборе и готовы у нас внимательно слушать. Это очень приятно. Кто не успел подключиться в данный момент, подключится к нам в процессе вебинара. Если вдруг вам не видно или пропал звук, то вы можете просто переподключиться по ссылке вебинара, и все должно исправиться. Ну что же, я тогда предлагаю начинать. Ведущими сегодняшнего вебинара будем мы. Я, Малова Екатерина, менеджер по работе с клиентами компании XIVOT, и Суздалев Сергей, это руководитель проектов по внедрению в MS-систем. Ну и также сегодня мы с вами затронем очень важную тему, как репетиция запуска в MS. Наша вебинара рассчитана примерно минут на 50. И вначале я расскажу о проблематике, которую мы с вами сегодня более детально раскроем. И далее я уже передам слово Сергею. Он расскажет на примерах наших реализованных проектов, с чем обычно сталкиваются при внедрении в MS, да, и что нужно сделать для того, чтобы репетиция запуска прошла успешно. И после этого мы поговорим с вами немножко об инструментах, которые помогают протестировать перед запуском в промышленную эксплуатацию систему. И далее, уже по традиции, мы с Сергеем пройдемся по вопросам, которые вы напишите в чатик. И не стесняйтесь писать вопросы, мы готовы будем на них ответить. В процессе вебинара мы видеть их не будем, чтобы не отвлекаться, но по завершению нашего с вами рассказа, да, мы с Сергеем пройдемся по ним. Как правило, практически все наши вебинары мы показываем и рассказываем в них о наших функциональных возможностях, о функциональных возможностях наших всех систем, которые мы разработали и внедряем. И так вы уже поняли, то есть мы, как правило, рассказываем в вебинарах о функциональных возможностях, которые подходят именно под специфику вашего бизнеса. Но сегодня, поскольку мы видели уже с вами название вебинара, это репетиция с запуска ВМС, и таким образом мы можем с вами понять, что на этом этапе система уже выбрана, и поэтому заострять внимание на том, как выбирать систему и на что нужно делать акценты, обращать внимание при выборе системы, мы сегодня с вами об этом разговаривать не будем. Затронем более насущную тему, которая посвящена репетиции запуска ВМС в промышленную эксплуатацию, и Сергей как раз сейчас нам с вами расскажет о том, как это сделать безболезненно, что мы рекомендуем для этого сделать. Я передаю сейчас слово Сергею. Спасибо, Екатерина. Итак, поговорим о репетиции запуска. Собственно, что этому предшествует, какие необходимо предпринять шаги для того, чтобы запуск прошел безболезненно, успешно и дал возможность дальше развиваться в данном направлении. Какие бывают предпосылки для запуска? Ну, во-первых, это строительство нового, может быть, склада и его автоматизация. Автоматизация нового склада поэтапно, так называемые отдельно выделенные зоны. У кого-то, ну, назовем так, старый склад без автоматизации, и настает тот момент, когда уже необходимо, собственно, его автоматизировать. Кто-то работает на старенькой ВМС-системе, не хватает, скажем так, не покрывает функционал те потребности, которые есть, и опять же возникает вопрос автоматизации, тиражирование на другие складские площади, добавление нового оборудования, это также требует каких-то репетиций, тренировок, ну и переезд. Конечно, все эти случаи по-своему уникальны, но есть у них одно общее. Давайте поговорим, в чем же оно заключается. Ну, во-первых, при автоматизации склада, с чем обычно сталкиваются на складе сотрудники? Они сомневаются в выполнении своих задач, в последовательности выполнения, то есть нет четкого структурированного понимания в голове бизнес-процесса. Некоторые не знают, как зарегистрировать проблему, если она возникла. Почему нельзя пропускать задачи? Ну, в конечном итоге, если люди работали, допустим, по бумажной технологии, то сотрудник зачастую сам определял, когда ему принимать решение для того или иного товара, какую операцию выполнить, в какой последовательности, то при работе в МС-системе, система сама последовательно подсказывает очередность выполнения тех или иных действий. Возникают иногда ситуации совсем нестандартные, когда система просит взять товар или положить в какую-то ячейку, а ячейка оказывается занята, либо, наоборот, есть отсутствие товара в ячейке. И тогда сотрудник не знает, что делать. Больше того, при запуске в МС иногда теряется и администратор. Он не знает, как разобрать те или иные сложные случаи, когда нужно отменить задачу, на что это повлияет, как заново спланировать, если уже существуют планы расхода. И прочее, прочее. То есть какие-то сложные случаи, которые возникают в системе, вызывают некий ступор. Почему такое происходит в момент автоматизации? Ну, первонаперво, это, конечно, боязнь новой системы. Все новое воспринимается как нечто такое отторгающее. Как с этим работать? Это выдает какую-то некую дополнительную нагрузку, что, в свою очередь, накладывает отпечаток боязни не выполнения нормативов, операций, не выполнения плановых заданий. Ну, а если мы говорим про работу со сложным оборудованием, то всегда есть страх испортить, сломать. Ну, и в конечном итоге просто нет опыта работы с данным оборудованием. Поэтому зачастую возникают вот эти вот все вопросы, растерянность и, может быть, в той или иной степени снижение производительности. И решением всему этому, на самом деле, организация «Песочница». И что такое «Песочница»? Это тестовый контур или рабочий контур на реально работающем складе, в котором, собственно, осуществляется работа уже в системе с оборудованием, с товаром, с реальными документами. В этом контуре есть возможность относительно сжатые сроки, ну, во-первых, повышать науки других сотрудников авторитетизированного склада и также использовать это как тестовую площадку, прогонять какие-то примеры, сложные примеры. Ну, и в конечном итоге использовать это как площадку для обучения сотрудников. Да, действительно, это спасение для того, чтобы подготавливать функционал. И давайте рассмотрим на практических примерах. Например, какие они могут быть, эти песочницы, как готовятся к запуску ВМС-системы. Практический опыт компании «А», компания «Блеск» находится в городе Архангельск. У нас проект там состоялся, по-моему, в 2016 году, если мне не изменяет память. И это достаточно крупный склад по продаже строительных материалов. Там, что называется, различный ассортимент. И у них был магазин. Вот как раз при магазине была организована так называемая песочница. И перед внедрением на уже большом складе, сначала на магазине, на уровне одного стеллажа, но всех документов, инициаторов, которые могут быть, был организован вот такой вот тестовый контур. Все сотрудники, которые принимали участие в автоматизации, посменно прошли сначала там обучение, рассмотрели все возможные ситуации. Ну, естественно, в магазине не такая интенсивная работа была. Поэтому это дало возможность в спокойном режиме отточить мастерство и навыки сотрудников, которые впоследствии уже при переезде на большой склад, при расширении, имели достаточный практический опыт работы с ВМС-системой. Уже были снивелированы все возможные вариации с ошибками. И запуск ВМС уже на большом складе, а там склад порядка 20 тысяч квадратных метров, уже был, так сказать, безболезненный. Какая еще может быть песочница? Ну, во-первых, это товары категории С при переезде на новый склад. На новый склад мы можем отправить какую-то часть товара в категории С, выделить отдельный стеллаж, с ними потренироваться, ну или вообще использовать товар, который там менее ходовой, на отдельном стеллажном пространстве и с ним, так сказать, тренироваться. Давайте поговорим еще об одном практическом опыте компании. Компания InHome. Проект состоялся в 2021 году. Компания расширялась, расширяла свои складские площади и был запланирован переезд со склада 3600 квадратных метров на склад 10 тысяч квадратных метров. Это Подмосковье, но склад удаленный, там порядка 40 километров находился. Также была организована так называемая песочница, но уже на старом складе. И вот на старом складе создался контур, спроецированный под новые реалии складские. Также работали с теми товарами, которые будут оборачиваться на новом складе. Все сотрудники прошли обучение и уже при переезде на новую площадку часть сотрудников отправилась на новую площадку принимать товар и выполнять все те операции, которыми они научились на старом складе. Ну и, естественно, часть сотрудников осталась на старом складе. То есть такой эффект, скажем так, получился достаточно своеобразным и позволил безболезненно осуществить, во-первых, переезд, во-вторых, внедрить в МЭС без остановок отгрузки. Ну и еще вариант песочницы – это кабинетное решение, когда строится макет в виде стеллажей. Там располагаются какие-то условные товары, причем эти стеллажи маркируются. Ну и в каком-то тестовом контуре, через подключенный Wi-Fi к сети с терминалом сбора данных в кабинете отыгрываются такие ситуации. В принципе, такой тестовый контур можно использовать в том числе как и для обучения сотрудников, так и для тестирования каких-то новых операций, тестирования оборудования в том числе, ну и оттачивать там последовательность выполнения в бизнес-процессах. Конечно, при внедрении системы в МЭС и при должной организации тестового контура, песочницы, необходимо сотрудников поддерживать в вопросе ознакомления с данной системой, оказывать всяческую помощь. Ну и помощь эта может заключаться в том, что инструкции для сотрудников, они должны быть понятны, визуализированы, они должны находиться повсюду, в столовой, может быть, для кого-то в туалете. В конечном итоге визуализация товарных потоков, то, как движется товар по различным стадиям, вот эти вот блок-схемы обязательно должны быть размещены на видном месте, на стендах. Каждый сотрудник должен понимать, что следует за приемкой товаров, какие роли участвуют в выполнении перемещений товаров по складу. Ну и, конечно, при подготовке тестового контура необходимо использовать только ваши кейсы. Те сложные задания, которые есть у вас на складе, та специфика, которая есть у вас, ее, безусловно, необходимо закладывать в ваши задания. Ну и, конечно, при аттестации сотрудников необходимо быть придирчивыми, задавать различную вариативность действий, ну и получать, безусловно, обратную связь от сотрудников во всех ее видах. Может быть, повесить какой-то черный ящик, в который сотрудники будут сбрасывать свое предложение, замечания. Все это позволит повысить эффективность, и при внедрении в МС даст свой эффект. Ну и если говорить о будущем песочницы, то, во-первых, после уже внедрения в МС, необходимо задуматься о создании так называемого учебного центра, где будет возможность проводить обучение, аттестацию вновь пребывающих сотрудников, как раз оттачивая свое мастерство на, может быть, реальном складе, на небольшом выделенном кусочке склада. Может быть, это будут кабинетные условия. В конечном итоге тестовый контур даст возможность для внесения возможных модификаций, и опять же, не останавливая режим работы рабочего контура, все вопросы проводить в так называемой тестовой площадке. Ну, конечно, в идеале опытная площадка – это на реальном складе, где сотрудник может прийти, посмотреть на складе, определить там последовательность действий, то есть не в кабинете, конечно, все это, что бы происходило, а происходило, безусловно, на складе, с реальными товарами, с теми товарами, с которыми он завтра будет работать, отгружать поставщику. Ну и применить, скажем так, на практике свой полученный опыт, навык. Ну и если говорить об инструментах для репетиции запуска ВМС, то здесь я передам слово опять Екатерине. Спасибо, Сергей. Да, сейчас мы с вами поговорим о специальных инструментах для того, чтобы провести успешную репетицию запуска ВМС перед запуском промышленную эксплуатацию. Конечно, у нас есть ряд инструментов, которые мы используем в наших проектах для того, чтобы провести репетицию запуска системы. Это как раз-таки обучающий стенд лицензии для тестового контура NFPU и видеоинструкции. Ну и сейчас мы поговорим как раз о каждом из инструментов отдельно, более подробно. Конечно, начнем мы с обучающего тестового стенда. Это тестовый контур вашей продуктивной базы, который разворачивается в вашей же инфраструктуре и на которой в дальнейшем будет происходить тестирование и обучение. В рамках этого обучающего тестового контура мы, конечно, совместно с вами разрабатываем программу обучения для сотрудников. Также пишем детальную инструкцию по работе с тестовым контуром и самой системой. И также после актуализируем рабочие инструкции, которые мы пишем в рамках наших проектов. Тестовый стенд имеет, конечно, множество плюсов. Один из плюсов — это возможность проводить обучение новых сотрудников по работе с системой, таких как операторов ВМС, или это сотрудников, работающих с терминалами сбора данных. И обучение проводится на реальных примерах компании. Например, если вы набираете дополнительный персонал в высокий сезон, и сотрудник, например, никогда не сталкивался с ВМС-системой, то это отличная возможность показать на тестовом стенде, как это все на самом деле работает. И таким образом, когда сотрудник выходит уже работать с продуктивной базой, он уже знает, как это делать, и снижается риск ошибки, которую может совершить сотрудник. Также с помощью тестового стенда можно повышать навыки работы специалистов, которые уже работают на складе, наращивая их компетенции. И именно такой подход, на наш взгляд, повышает эффективность их работы. Ну и также можно, конечно же, проводить повышение квалификации перед тем, как перевести сотрудника на другую должность. И можно проводить моделирование новых процессов, автоматизация которых не была запланирована, например, в рамках проекта. Соответственно, ну или, например, ранее вы не оказывали услуги ответственного хранения, но после того, как вы внедрили систему и оптимизировали пространство на складе, у вас появилась возможность добавить данную услугу. И, соответственно, можно настроить настройки параметрические. И перед тем, как запустить в продуктивную базу данный функционал, можно будет протестировать именно с помощью обучающего тестового стенда. Ну и также, если появляется дополнительный новый функционал, также его можно протестировать изначально на тестовом стенде и уже после этого перенести в продуктивную базу, чтобы заранее проверить, все ли корректно работает. Ну и, конечно, для организации обучающего тестового стенда необходимы в том числе и лицензии тестовой NFPU. И, как правило, лицензии NFPU приобретаются аналогично по количеству лицензий для продуктивного контура. Еще один такой очень, на наш взгляд, важный инструмент, который поможет оптимизировать работу, который может позволить подготовить специалистов для работы системы очень быстро. Ну, это видеоинструкции. И все мы, конечно, в наших реалиях понимаем, что по большей части мы все с вами визуалы. И хочется не читать, а больше посмотреть. Иногда бывает такое, что времени совсем нет для того, чтобы ознакомиться с инструкциями, которые мы пишем в рамках проекта. Поэтому мы разработали видеоинструкции. То есть для линейного персонала, это сотрудникам, которые работают с терминалами сбора данных, и операторам. Ну, и это как раз видеозапись с подробной пошаговой инструкцией по выполнению задач на терминалах сбора данных и в самой системе. Ну, и также такие инструкции полезны в ситуациях, когда, например, на складе происходит частая смена сотрудников. Также нет возможности, например, обучить персонал лично в связи с высокой загрузкой текущей, да, или также в случаях работы на складе сотрудников, которые были приняты на аутсорс. Ну, или, например, такие сотрудники могут работать, все мы прекрасно понимаем, там, буквально несколько дней. Тоже для того, чтобы сотрудники быстро смогли получить информацию, можно посмотреть видеоинструкцию и в кратчайшие сроки влиться в работу. И, конечно, это возможность предотвратить также появление ошибок, которые могут совершить новые сотрудники. Ну, и также видеоинструкции будут полезны в ситуациях, когда, например, нужно пройти повторное обучение, или сотрудник забыл, как делают ту или иную задачу, да, и для того, чтобы повторить, он может просто не читать инструкции, которые мы пишем в рамках проекта, написанные, а посмотреть по видео, как выполняется та или иная задача, для того, чтобы быстро вспомнить, да, освежить всю информацию в своей памяти. Ну, и таким образом, конечно, мы, основываясь на нашем опыте, мы, конечно же, рекомендуем очень тщательно и грамотно подходить не только к выбору, да, системы ВМС, но в комплексе это делать, то есть в том числе и подумать о том, как вы будете запускать систему в промышленную эксплуатацию. Потому что это важно для того, чтобы сотрудники понимали изначально, как работать, потому что все мы прекрасно знаем, не на всех складах персонал уже работал с ВМС-системой, поэтому на нашем опыте мы рекомендуем, конечно, делать все в комплексе, выбирать тщательно систему и, конечно же, продумывать репетиции, да, запуска ВМС-системы в промышленную эксплуатацию.